Украинские старики больше не смогут рассчитывать на специальные пенсии, а назначенные ранее выплаты не будут перечисляться. Это касается не только бывших военных. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбер. Тем временем десятки ветеранов МВД со всей Украины собрались перед Верховным судом. Все детали в нашем материале. Они боролись с преступностью и защищали закон. А теперь вынуждены выживать на мизерную пенсию. С самого утра ветераны МВД собрались на акцию протеста возле Верховного суда. Требуют справедливого пересмотра пенсий. Полковник в отставке Владимир Чайко приехал из СУМ. Пенсионер рассказал, при назначении выплат в пенсионном фонде не учитывают премиальные. А еще надбавки за особые условия. Кроме того, с октября прошлого года пенсии повысили всем. Кроме военных и силовиков. После этого ветераны МВД вышли на митинги во многих городах. Даже перекрывали дороги. Тысячи человек обратились в суды. И выиграли более трех тысяч дел. А в феврале даже Верховный суд постановил. Бывшие правоохранители имеют право на перерасчет пенсий. Когда создали закон о национальной полиции, забыли о милиционерах, которые служили верой и правой с 1946 по 2015 год. И вычеркнули взагалі. Сказали, что их таких немае, пенсию не переховывать, выплачивать и те же правых представ не мае. Значит, мы сгадали, что мы есть. Відновили право на перерасчет пенсии. В результате Кабмин пообещал повысить выплаты. Поэтапно и в течение трех лет. С апреля людям должны были поднять пенсии. В среднем на полторы тысячи гривен. Но сегодня в Минсоцполитике заявили, специальные пенсии пока отменяются. Но касается ли это ветеранам МВД, еще предстоит выяснить. Вот это их отношение к защитникам веков, к тех людей, которые потеряли свои лучшие годы жизни, защищая интересы государства, интересы граждан, державы, рисковали своим життям и здоровьям при выполнении службовых обязанностей. Будет не право держава, а робится все для того, чтобы эти люди не могли отримать им належность. Ветераны намерены продолжать борьбу. Вскоре дело пенсионеров снова рассмотрит Верховный суд. Поэтому сегодня они хотели встретиться с его председателем Ириной Данишевской. Коллективное обращение подали заранее, пришли в приемные часы. Но судья попросту отказалась говорить с людьми. Ветеранов выслушали в Министерстве внутренних дел, но конкретных ответов не дали. Пообещали разобраться. Наталья Шумакова, Лена Зеленская, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует.